Пробки и дорогой бензин. Многие россияне забыли об этом на целый день. 22 сентября на улицах показалось, как никогда много велосипедистов и пешеходов. Акцию поддержали и районные чиновники. Андрей Иванов, Татьяна Одинцова и многие другие прибыли на работу на двухколесном транспорте. Общественники целый день проводили агитационные акции. Сегодня мы проводим акцию и раздаем прохожим и пешеходам светоотражающие брелочки с призывом быть осторожен на дорогах и по мере возможности отказываться от транспортных средств и пересаживаться на велосипеды. Катафоты, которые раздавали юные парламентарии, существенно улучшают видимость пешехода на дороге. Статистика показывает, что более 90% наездов на людей с тяжелыми последствиями совершается в темное время суток. Светоотражающие элементы существенно повышают шанс на то, что водитель заметит человека. По нашей статистике у нас очень много страдает пешеходов, особенно в темное время суток. А как пешеходы обозначат себя на дороге? Только так обозначить, чтобы он был заметен. А это значит надо носить светоотражающие элементы, фликеры, брелочки разные. Всемирный день без автомобиля пропагандирует идею пешего и велосипедного передвижения, использования общественного транспорта. Велосипед позволяет с пользой для здоровья добраться до места работы или учебы. Число людей, предпочитающих двухколесных коней автомобилям, растет от года к году. Большинство людей, которые ездят на велосипедах, они хотели бы, чтобы были больше созданы велодорожек, велопарковок. Большинство людей готовы были бы отказаться от общественного транспорта и автомобилей, приезжая на работу, если, естественно, допустимые погодные условия, на велосипеде. В России экологическая акция проходит с 2008 года. В ней принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Курск и другие города. Насколько приживется в нашей стране идея отказа от автомобилей, покажет время. Светозлав Савенков, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.